здравствуйте друзья у нас встреча на канале тут мы на троих соображаем хорошую тему и наши гости это вот справа марина галит вы у нас ее видели ну те кто видел пару лет назад и мы когда-то с ее братом в одной школе а мы собственно и с Мариной в одной школе учились правда вот вот и Маргарита Швансман Маргарита и Марина вы где находитесь сейчас физически я в Бостоне а я в Нью-Йорке то есть вы все разделены так сказать пространством но тема у нас интересная есть некое направление такое называется инфографика нейрографика нейрографика да давайте так Маргарита что что за вещь вообще вещь абсолютно новая ей всего четыре года вот пошел пятый год с тех пор как этот метод был создан доктором философии кандидатом психологических наук Павлом Пискарёвым этот человек в общем-то гражданин мира он жил в нескольких странах жил в Израиле в том числе сейчас он проживает в Санкт-Петербурге он создал этот метод соединив графику с психологией и философией то есть через этот метод люди могут развивать свою креативность да умение рисовать создавать картины очень многие из нас хотят участвовать в креативных процессах но бояться или думать что у них не получится но с помощью этого метода очень быстро и легко можно начать создавать очень красивые работы это первое и второе правое полушарие да то есть мы сейчас вот с вами как бы про правое полушарие сказали о том что это развивает креативные процессы дает возможность создавать красивые художественные произведения так и не только на бумаге но также можно и на фарфоре на стекле и на прочих других материалах так даже нам можно на материале позволяет саморазвиться вот в этом направлении именно именно то есть это один из бенефитов этого метода и второй бенефит это то что с помощью этого метода можно первое решать свои эмоциональные какие-то проблемы стресс депрессия недовольство жизни не знаю куда иду что со мной будет понимаете вот эти метания и вечная шарманка которая прокручивается в голове это да для иммиграционного форма это актуально а вот еще у меня сегодня был прямой эфир и там парень как пережить болезненные расставания вот там с любимой ой вот это в общем-то работает просто великолепно то есть через этот метод есть такой метод нейрографики который называется нейрографика отношений его через нейрографику отношений очень быстро можно проработать скажем не только взаимоотношения с girlfriend там или женой но также и с детьми и с боссом на работе которого иногда хочется убить правда и абсолютно можно проработать любые отношения так я вот слышал намек что что-то такое в вашей жизни изменилось под действием этой нейрографики да вы знаете вот у меня такое чувство что моя жизнь разделилась до нейрографики и после нейрографики несмотря на то что я в общем-то человек который очень много над собой работает я очень долго занималась йогой занимается гуном и прочими практиками которые позвоня я позволяю человеку развиваться но через нейрографику я очень сбалансировалась это наверное самый главный бенефит который я получила от нейрографики я центрировалась я сбалансировалась я у меня нет шарманки в голове как бы это было раньше я решаю быстро эффективно свои проблемы эмоциональные возникла проблема через этот метод я ее буквально очень быстро могу решить а вот и второе второе если у меня есть какие-то цели и задачи нейрографика позволяет это делать через графическое решение я эти задачи и цели прорисовываю и очень быстро дохожу до своих целей хорошо значит это как выглядит процесс вот какую-то картинку рисует как или софт запускает вот тебе что-то рисует что происходит нет 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 тут очень важно рисовать именно рукой я знаю что мы все живем в компьютерном веке и все тянутся сразу взять эту волшебную палочку и начать водить да ей по планшету здесь нет мы работаем с маркерами карандашами и с определенным видом бумаги да микс миди и рисование само очень простое мы начинаем с линий эти линии очень специфические мы называем их нейрографическими линиями они имеют природную структуру как реки как ветки деревьев понимаете они льются как река и также мы работаем с разными геометрическими фигурами создавая так называемую нейрографическую патру вот с этого мы начинаем это очень легкий способ познакомиться с нейрографикой и почувствовать что это такое что это за элементы а потом мы начинаем прорабатывать психологические проблемы и это самое интересное мне кажется для начинающих когда они просто берут и делают некую каляку-маляку на бумаге знаете мы называем это выброс они берут маркер и так ох ненавижу моего босса и выкинули вот этот свой негатив на бумагу так а потом уже мы учим их как с этим работать как растворять негатив и менять его на позитив то есть если бы вы со стороны посмотрели на молодого человека который тяжело переживает раз разлуку с девушкой вот мы смотрим на него что он такое делает вот как это будет выглядеть это будет выглядеть великолепно мы проработаем с этим молодым человеком определенный алгоритм который называется нейрографика отношений с простыми геометрическими фигурами как я уже сказала с кругами а что он с ними делает нарисуем он будет рисовать он будет рисовать вместе с коучем да в этом случае я буду коучем а он будет как бы моим клиентом я буду показывать ему что ему делать и рисовать вместе с ним я его научу как ему проработать эти отношения очень простым способом окей похоже вот как думают забрать тебя психушку или нет вот это что нет я шутрирую картинки что ты здесь видишь хорошо хорошо понял а по времени ну допустим чтобы проблема как бы заметно улучшилась положение вот что это час два неделя месяц ну смотрите остроту проблемы можно снять в общем то моментально прорисовав можно как бы уменьшить заряд да например расставание с девушкой парень там на себя руки накладывает например мы можем эмоциональный заряд снизить моментально так и он это почувствует он это почувствует да но для того чтобы полностью решить проблему если мы берем расставание с любимым человеком нужно поработать немножко нужно сделать пять шесть работ с коучем да и довести это до конца во первых он сам поймет в чем причина расставания во вторых он увидит пути нужно ли ему с этой девушкой а может быть нужно вообще с другой было девушкой понимаете у него будет абсолютное видение того что произошло и что ему делать дальше с этой ситуации хорошо с точки зрения того что вот есть некий метод он работает тогда вот есть люди которые через это прошли допустим в Америке это может быть мало знают в России это может быть многие знают но но вот какая то есть ну я не знаю опубликованная что ли научная база почему в другом рисование квадратиков все таки он доктор там философских наук он еще и психолог философских наук психологический наук да там есть какая то психология за этим какая то научная или просто человек как то вот пришел к этому не знаю как есть есть и уже есть диссертация написанная научная на эту тему. Диссертация написана в России. Сейчас пишется книга по нейрографике. По психологии диссертации или по какой науке? Нет, именно по нейрографике диссертация написана в России. Защищаться. Кандидат в каких науках будет? Психологически. Хорошо, да. Именно диссертация по нейрографике. Это не просто по психологии, чтобы вы понимали это. И пишется книга на эту тему. Я надеюсь, что мы увидим эту книгу или в этом, или в следующем году. Постойте, еще такой вопрос. Если в России это уже 4 года развивается, уже есть какой-то общественный резонанс, может быть, не очень большой. Есть какие-то оголтелые критики, уничтожатели, какие-то называют словами всякими, типа, я не знаю, шамалы какие-то, вы там, или я не знаю кто, ненаучные люди. Ну, смотрите, всегда, когда рождается новый метод, народ ополчается против него. История знает уже не первый случай, когда рождается метод, когда Фрейд свою психологию, свой метод развивал. Я уверена, что против него тоже ополчались. И также Юнг, когда он ушел от Фрейда, я думаю, что против него фрейдовская гвардия выставила тяжеловесное орудие. Против вас кто орудие ставит? Против меня, я вам скажу честно, откровенно, так как я боец, и я обожаю этот метод, я вышла в открытую, я была одной из первых вообще в Америке, кто принес нейрографику в эту страну. И я начала открыто говорить об этом, я вышла на Фейсбук, и я начала об этом говорить. И, в общем-то, люди, которые рисуют, художники, психологи, которые не делают нейрографику и прочее, в общем, против меня пошла очень сильная как бы военная военная атака. Я очень много критики получила, но вы знаете что? Вот мне очень нравится такое выражение, которое наш учитель говорит. Он говорит так, кто не с нами, тот в следующий раз. И это как раз то, что со мной случилось. Те люди, которые на меня нападали и говорили, что я шарлатан, что я шаман, что я то, что я сё. Эти люди пришли ко мне учиться. Понимаете? Хорошо, это хорошо. У меня то же самое бывает. Хорошо. Новый метод всегда. То есть я даже совершенно не удивляюсь, что на новый метод идет атака. А потом все приходят и просятся в ученики. Отлично. Давайте мы к Марине переключимся, а то она так как бы присутствует. Зримо, но молча. Марина, в Бостоне вот вы там, значит, у вас есть какой-то опыт личный, вот чтобы вы, допустим, или сами что-то такое с собой сделали, или может быть вы с кем-то делали, или присутствовали? Ну вот какое-то личное впечатление есть? Ну, да, конечно, я уже тоже начала. Рита является инструктором, и это уровень подготовки больше, чем у меня, но у меня опыт все равно тоже есть. Во-первых, я для себя делаю какие-то проработки, и это действительно помогает снизить напряжение, когда оно у меня есть, продумать вопросы, связанные с ресурсами для разных задач, которые я решаю. Кроме того, я начала вообще всем этим заниматься из любопытства, связанного с моими глазами. У меня проблема с тем, что пигмента не хватает на глазном дне, и я участвовала в исследовании. И, собственно, это для меня было такой спусковой точкой, потому что я решила, что я буду рисовать, вовлекая свое сознание, чтобы процессы, которые происходят в моем организме, не происходили бесконтрольно, а чтобы мое сознание включалось и сотрудничало с подсознательными процессами. И я начала рисовать, имея в виду процесс накопления пигмента на глазном дне. И я полтора года проходила исследование в институте Джона Хопкинса в Пантиморе. И по результатам этой работы они показали, что количество пигмента на глазном дне увеличилось. То есть, это можно измерить, приборы показывать? Это измеряется. Ради этого я полтора года ездила в эту клинику, и это была цель выяснить, накапливается или не накапливается пигмент. Так, подождите, но в итоге вы стали лучше видеть или что там? Нет, 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 это не связано. То есть, это совершенно другая проблема. Видеть лучше я от этого все равно не могла бы. Речь идет даже в данном случае, если говорить о глазах не обо мне, а о том, что можно сделать для других. Это наследственная врожденная проблема, и исследование проводилось по гранту, который дала родительская организация, потому что родители думают, а что можно сделать для ребенка, который только что родился с этой проблемой. Это альбинизм, такая форма альбинизма, чтобы ребенок не потерял зрение. Хорошо. Было интересно посмотреть, как можно увеличить количество пигмента на глазном дне, чтобы снизить вот эту опасность потерять зрение. Хорошо. Значит, давайте так. Я понимаю, что у нас аудитория уже разделилась на две как минимум части. Одна часть говорит, ерунда это все, другая часть говорит, а что я с этого буду иметь и конкретно как. Вот я знаю, что у автора, как вы назвали его? Павел Пискарев. Павел Пискарев. Павел Пискарев. У автора есть ютуб-канал. Да? У Пискарева. Значит, я знаю, что у Маргариты есть ютуб-канал. Там пока немного видео, но там пяток может быть. Значит, я дам ссылки под этим видео, будут ссылки на каналы. То есть, Маргарита, вы как человек, который эти видео там делал, значит, вы говорите, что там объясняется идея вся. Я от вас слушаю, я пока ничего не понял. Михаил, там мне объясняется вся идея, но там есть некоторые практики, которые люди могут просто смотреть на это видео и рисовать под это видео. Это просто даст им понятие, о чем этот метод. А, например, музыцировать. Да. Тоже? Ну, да. И стихи сочинять можно, но улучшить. Вы знаете, этим методом, мне кажется, можно делать все. Я знаю, что у меня есть женщина, моя ученица, которая после того, как она прошла у меня курс, написала мне поэму. Давайте так, женщина, как много часов она, сколько длился поэму? Она взяла у меня несколько уроков, да, частных. Да. Это были частные уроки, ей нужно было решить проблему с мужем, и после того, как проблема была решена, она написала мне стихи. Ну, господи, конечно, тут такой креатив пойдет. Так. Да, я хотела как раз это сказать, что открывается возможность, совершенно новая возможность для людей заниматься творчеством. Да. Тогда давайте... Постой, стоп, 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 девушки, девушки, ну, секунду, ну, секунду. Значит, Маргарита, сколько у вас вообще учеников было? Вы считаете, видите учет? Вы знаете, вот сейчас в общей сложности онлайн и офлайн у меня где-то в общей сложности 50 учеников. 50 учеников. Из 50 учеников какой процент, можно сказать, что они достаточно очевидно продвинулись? Вот бывает, человек что-то делает и нет результата. Это всегда бывает. Но вот какой процент действительно вот так? 70%. 70%, отлично. Теперь, давайте мы отправку получаем, перейдем к левому. У нас народ технократический, там программисты, там тестировщики и люди, которые, как бы сказать, имеют аспиры сейчас, такие аспиранты, которые хотят стать программистами, там или там тестировщиками, там системными администраторами и так далее. Эти люди могут, вот они говорят, мне тяжело дается программирование. Здесь люди говорят, вы знаете, я вот математику никогда не мог, а нельзя ли человеку быть такой, где вот можно без математики, а если... Вот, ну, реальная жизнь. Поэтому, вот на левое получалие мы работаем, вот чтобы, допустим, человек, которому не идет математика, к нему зашла математика. Или он, скажем, там программирование ему не дается, а ему теперь дается программирование. Вот такого не было в вашей практике. Я, наверное, вас очень удивлю. Дело в том, что я проработала сама программистом 15 лет в этой стране. И сейчас я, моя основная работа это IT project manager. То есть, географика, понимаете, когда вы говорите программисты, я есть тот самый программист, да, который, в общем-то, прошел очень долгий путь от программирования, потом я была бизнес analyst, пока я не стала project manager. Вот уже 5 лет, как я работаю project manager. Смотрите, иногда люди говорят, мне не идет эта математика, я хочу быть программистом, а математика мне не идет. Человек, прежде всего, должен понять, а хочет ли он быть этим программистом. Нужно ли ему вообще эту математику изучать. Дело в том, что когда мы начинаем работать с нашими учениками, в моем личном опыте люди, которые поставили задачу стать тем-то и тем-то, они на самом деле поняли, что это не то, что они на самом деле хотят. Что, все отреклись или там частично? Не все, нет, не все, далеко не все отреклись. Мы пугаем зашел. Для тех, кто действительно хотел, вот человек сказал, я не знаю, давайте отвлечемся от программистов, потому что на программистов не только свет клином сошелся, у нас есть люди разных специальностей, то есть была женщина, которая работала менеджером в казино, и вот она не могла решить, ей работать менеджером в казино или ей открыть свой детский сад. Понимаете? Я ее хорошо понимаю. Правильно? Вот. Понимаете? Она любила и деньги, и детей одновременно. Да, она любила и деньги, и детей, да? И мы этот момент проработали, и она все-таки решила, что на данном этапе ей надо поработать менеджером казино, а потом уже она сможет открыть детский сад. Но были метания, понимаете, она никак не могла решить, но я ей помогла решить. Тут, понимаете, проблема-то. Вы-то уже в Америке, вам легко рассуждать. А вот человек живет там где-нибудь в Петрозаводске и хочет в Америку, и говорит, я с удовольствием выучу там программирование, поработаю пару-тройку лет, чтобы потом приехать в Америку по рабочей визе. Может быть, он через 10 лет после того, как приедет в Америку, откроет ресторан в Лас-Вегасе, мы же не знаем. Но сегодня для него стать программистом это вопрос решения иммиграционных задач и так далее. А мы с ним сейчас поработаем, и выяснится, что он должен на президент... Я бы ему... Давайте конкретный кейс. Конечно. Человек, который сей Петрозаводский хочет в Америку и говорит, о, я знаю, мне сказал мой друг Федя, что в Америке программисты хорошо устраиваются. А может быть, у этого парня есть какие-то уникальные таланты, которые он в России не может открыть, а сюда приехав, он сможет их развить. То есть, что бы я посоветовала этому парню, как нейрограф? Возьми поработай с нами, немножко. Посмотри, хочешь ли ты этого? Может быть, ты хочешь немножко по-другому подойти к этой проблеме? Может быть, ты вообще хочешь выбрать третий какой-то путь, о котором ты сейчас не догадываешься и о котором ты узнаешь, поработав с нами? Маргарита, я вам больше скажу, может оказаться, что ему не надо ни в какую Америку? Может быть и так. Может быть, его там вполне устроит Петрозавод? Или там может быть в Краснодар солнышко там поедет и будет там самореализовываться? Наш учитель Павел Паскарев в свое время покинул Россию и скитался по Европе и он прожил долгое время в Израиле, а потом он принял conscious decision вернуться в Россию и жить в Санкт-Петербурге. Вы же понимаете? Ну, гражданство израильское есть? Гражданство израильское есть? Есть, есть. Но я думаю, что дело тут даже не в том, что где гражданство, понимаете? Мы все время привыкли мыслить стандартными какими-то паттернс. Вот толпа идет сюда, мы задрав штаны бежим за этой толпой, как сказал бы Есенин, задрав штаны бегу к комсомолам. Что происходит? Стадное чувство, понимаете? Ну, да. То есть это образно говоря. Дело в том, что мы все кондишен на то, чтобы следовать за толпой. Поэтому у нас иногда какой-то выходит революционер, индивидуал с каким-то новым методом, толпа смотрит на него, говорит, о боже мой, о боже мой, что это такое? Это какой-то шаман, его надо немедленно распять. Понимаете? Но мы помогаем людям выявить в них ту самую уникальность, которая в них сидит, спит и боится свой нос высунуть. Маргарина, давайте я так вопрос поставлю. Вот сидит человек. Мы убедили его, собственно, он подозревал, мы тут добавили ему к этому делу, что у него есть какая-то уникальность, и он хочет разобраться сам с собой. Многие люди, они вообще требуют разобраться с самими собой, требуют, чтобы я им помог. я уж как могу, там, знаете, из святого писания бывает что-то, ну, неважно. В общем, да, ну, там, собственно, есть вся терапия. И вот, значит, конкретно, ну, хорошо, то есть, один способ, я знаю, вы видите, можете обратиться ко мне, значит, мы дадим там ваш YouTube-канал, там, я не знаю, Facebook, у вас же в Facebook-канал группа есть, да? У нас есть, у нас, смотрите, дело в том, что мы сейчас строим школу Мирографика Америка, да? Онлайн. И в этой школе будет 16 учителей, так, это одно. Второе у вас 16 учителей. Они уже есть учителя? В Америке 16 человек? Да, 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 Боже, сколько у вас всего? Больше, я была одной из первых, то есть, я первопроходят. Мои ученики, которые со мной занимались в Бруклине в основном, это те люди, которые потом стали инструкторами нейрографики на сегодняшний день. То есть, они настолько впечатлили с этим методом, что решили сами учить его, так? Хорошо. И эти люди, я собрала всех этих людей, привлекла новых людей, привлекла Марину Александровну, как нашего организатора, привлекла еще нескольких художников, и также людей, которые работают с комьюнити, с различными, и мы создали эту школу. Сейчас мы в процессе регистрации. Не только русскоязычные? Не только русскоязычные? У нас все учителя русскоязычные, но мы будем учить русскоязычных и англоязычных. Понял, понял. Так хорошо. Значит, онлайновая школа. А есть уже, я не знаю, сайт, ну что-нибудь есть, как попасть в школу? Значит, смотрите, сайт еще и находится в разработке, потому что мы сейчас только что все закончили инструкторский курс в 2018 году. То есть, школьный сайт находится в развитии. Так. Но, например, я являюсь президентом этой компании, и у меня есть мой сайт, и у меня есть моя страница в фейсбуке, у меня есть ютуб-канал, да? Так. Так как я первопроходец, в общем-то, я успела... То все есть. Сбросьте мне в скайп, я туда поставлюсь. Значит так, первый вопрос. Как вас найти, мы поняли, онлайновая школа. Вот, допустим, первый вопрос, который у многих, он будет первым, так, а почем вещь? Вот я пришел в онлайн-эму школу, почем вещь? Мариночка, вы не... Есть цельник, цельник есть у вас уже или нет еще? Смотрите, существуют расценки, да, вы правы, существуют расценки. Эти расценки стандартны для России, но для Америки все-таки мы думаем, что цена будет немножко выше, ненамного. Ну, сколько? Ну, давайте примерно возьмем, да, так, чтобы народ не смущать. Например, первая ступень образования в нейрографике, это базовая ступень, всего их три ступени, будет стоить примерно от 120 до 150 долларов, и мы говорим о 8 часах работы. 8 часов? Ну, на самом деле, я не хочу сказать, что это совсем бесплатно, но не дорого, совсем не дорого. был, правда? Совсем не дорого. Я тоже так считаю, поэтому в наших интересах как можно больше людей... За 150 долларов, или там за 120, я могу за 8 часов понять, оно мне нужно или не нужно. то есть, хочу я дальше или не хочу, я дальше, нормально. Абсолютно. Нормально. Абсолютно. Но я вам скажу такую вещь, что те ученики, которые прошли самую лично этот курс, они идут дальше. То есть, я ни одного человека не видела, который, пройдя этот курс, сказал, мне это не нужно. Какой продолжительности урок? Вот 8 занятий, это что? Смотрите, это либо 2 урока по 4 часа, либо 4 урока по 2 часа. То есть, это 8, реально 8 часов таких? Это реально 8 часов. Афтернамических. Хорошо. Плюс еще... Ну, это реально 8 часов занятий с преподавателем, плюс самостоятельной работой довольно... Самостоятельной домашней работы, да. Многое. Ну, немцово. Рисование. Рисование – это процесс. Там очень важен сам процесс. Человеку нужно время для того, чтобы все прорисовать, сделать так, как он это чувствует. И сколько на это понадобится время? Это нельзя сказать заранее. Пособия какие-то есть, учебные? Или вот он послушал и пошел? Или что-то вы ему даете, он там действует по алгоритму какому-то? Существуют записи уроков, да. То есть, ученик берет класс. Те, кто могут вживую брать, они берут класс вживую. Если они вживую, например, не смогли появиться на уроке, существуют записи, которые являются просто вот, в бесконечном доступе для них. Один раз человек платит, и он получает эти записи все время. Ну, хорошо. Давайте так. Для вас, это же не заработок, вот я понимаю, что это вам, я не знаю, жить с этого нельзя. Даже если их достаточно много придет, это копеечный такой оборот. То есть, вы просто как бы энтузиасты этого дела, вы где-то project manager, а там, понимаете, как почетным, это самое, академикам, по нечетным, значит, там, вот это. Михаил, вы очень быстро как бы пришли к заключению, что это копейки, и на этом нельзя сделать. 120 долларов, то что? Смотрите, 120 долларов только за первый базовый курс. В нейрографике существует, по-моему, 8 очень интересных алгоритмов, и они уже дороже, чем этот курс. Также существует коучинг-сессия индивидуальной, то есть, у меня есть мои индивидуальные клиенты, и коучинг-сессия моя личная стоит 75 долларов в час, то есть, 150 долларов за 2 часа. Поэтому, понимаете, дело в том, что что было первым, курица или яйцо? Пошла ли я в это для того, чтобы зарабатывать деньги, а потом уже стать нейрографом? Или наоборот, я сожглась идеи, и мне захотелось научиться и самой рисовать, и людей нарисовать, а потом зарабатывать на этом деньги? Вот так у меня это номер 2. Да, но в отличие от курицы с яйцом, у вас тут довольно понятно все. Ну, в принципе, я думаю, что понятно. Понимаете, для меня было очень важно саму и сначала разобраться с собой. когда я поняла, что я очень сильно продвинулась в своей трансформации как человек и как project manager и в семейных отношениях также, я поняла, что мне пора брать инструкторские курсы и учить других. хорошо, еще все-таки давайте я переуточню вопрос, который я задавал по поводу людей, которые хотят. Вот он, допустим, не действующий программист, а вот хочет научиться, например. Человек, который хочет научиться или действующий, но который чувствует, то ли он не своим делом занимается, но что-то у него не прет карьера, я не знаю, что, но тем не менее он хочет остаться в этой карьере. А мы, может быть, тебе другое там подберем карьеру, жену, машину. Ну, а он хочет, допустим, быть. Почему-то. Вот технология, которая там на левом полушарии работает, значит, она позволяет ему стать лучшим программистом? Может быть, быстрее, может быть, точнее, может быть, глубже проникать, может быть, я не знаю, что. Да, абсолютно. Есть алгоритм в нейрографике, цель достижения результат, в котором, во-первых, мы помогаем нашим клиентам поднять их цели, как вы только что сказали. Хочу ли я научиться программированию, или я вообще, может быть, хочу что-то другое делать, да? Или человеку, который уже делает программирование, как помочь ему развиться в карьере и, может быть, еще показать ему путь, как делать сайт-бизнес. Понимаете? Нет, ну, это не надо сайт-бизнес. Давайте вот про карьеру. Сайт-бизнес, он должен дорасти. Он дорасти до этого, должен это отдельно. Давайте, давайте самые простые способы. Значит, человек, который хочет продвигаться как специалист. И это не только программист, еще раз, это любой специалист, который хочет продвинуться в карьере. У нас есть специальный алгоритм, который называется цель достижения результата, который, первое, помогает точно поставить свои цели. Например, я программист, через три года я хочу стать бизнес-аналистом, а через пять лет я хочу быть project-менеджером и менеджер большие проекты и получать в два раза больше, чем я получал, когда я был программистом. Так вот, на это есть специальный алгоритм. И прорабатывая через этот алгоритм, очень быстро у нас люди достигают результата. я вам могу привести пример не из программистского мира, когда две девочки, одна девочка у меня от Орни, она лоер, адвокат, она хотела, чтобы у нее был life-work balance, то есть она очень много работала, ей нравится, она любит свою работу, но семья с двумя детьми требует ее внимания. Мы проработали. Это обычная проблема у многих такая. Понимаете, у замужней женщин с детьми особенно, и маленькие дети, понимаете, и мы проработали через этот алгоритм, она смогла эту проблему решить за неделю. У меня на моей фейсбук странице описан этот случай, после этого она написала мне восторженную рекомендацию, и мы просто, конечно, были очень счастливы, но посмотрите, как быстро. Девочка эта со мной занимается четыре месяца. Это очень короткий срок. Очень короткий. Ну да. Значит, вы знаете, вы мне напомнили, я сегодня со студенткой общался, она у меня там в Южной Калифорнии, и выяснилось, что я знаю ее мужа, ее муж смотрит наш канал, и вот она, ну как женщина, она требовала внимания, она говорит, ну что такое, ты мало мне внимания утираешь, ты работаешь, еще что-то, он ей говорит, да что ж ты такое говоришь, вот я сегодня Михаил видео сделал, я еще видео не посмотрел, а ты уже со своей претензией. Вот. Понимаете, да, действительно. Да, удивительные вещи бывают. Не могут и претензии здесь, да. А мне тоже самое, жена говорит, у тебя на всех время есть, кроме меня. Ну это нормально. Нормально, нормально, да. Можно вам еще один пример? Давайте, я вас клиентка, который занимается со мной с августа, с июля месяца, у нее была проблема с машиной, ее сын разбил машину, дорогую, и машина тотал, да, вы понимаете, о чем я говорю, и женщина, как бы, она загадала, так как она как бы мать-одиночка, у нее нет мужа, но у нее есть бойфренд, и она загадала, чтобы пришли деньги каким-то образом на эту машину, потому что брать лон, у нее как бы и так моргидж, и еще какие-то другие. Я не понял, она не была застрахована машиной? Я, я, честно говоря, не знаю, в чем там проблема, по-моему, там не был фулл коллижин, и проблема была в том, и сын врезался куда-то там в столб или в стену, и что произошло, то есть страховка вот этот случай не покрывала, и ей нужно было каким-то образом взять где-то деньги, чтобы купить новую машину. Я понял. Наверное, он был выпивший. И это прорисовывал. Или под наркотиками, тогда страховка не покрывалась. Нет, там не наркотики, там что-то другое было, я не знаю. И получилось так, что ее бойфренд подарил ей Lexus Hybrid. за очень быстрый и короткий срок. Вы знаете, что, это уже немножко как бы из области магии такой, то есть, это как фильм-секрет, там настроиться, там сигнал послать, визуализировать, и вот она раз, и приходит. Я понимаю, но смотрите, я не знаю, что было бы, если бы мы не арестовали. Можно называть это магией, можно называть, называйте как хотите, результат есть, это самое главное. А лейбл можно поставить любому. У меня есть такой дружок, его зовут Федор, из Белоруссии, такой гребленный. А, вы тоже магией занимаетесь, Михаил, как дружок Федор. Как без этого? Федор. Знаете, что тотемный бог у вас? Ну, там я знаю, что это не совсем то же самое. Так вот, к чему я рассказываю. Вот пусть будет греблен. У нас есть знакомая, она риэлтор, и сейчас, немножко рынок вниз пошел, и нужно было там дом продать, и такой сложный случай был. В общем, совершенно безнадега была. Она говорит, слушай, там этот ваш парень из Белоруссии приезжает, пусть он мне греблен привезет. И он приехал с целым рюкзаком. Греблен. У него много, да. Он заехал к нам, и мы ей выбрали это в греблено, значит, я там вот с этим самым, с пендуловым, вот такой, вот, да, маятничек у меня вот есть. У вас еще и пендулов есть? Ну, я могу без него, это я чисто для визуализации посторонним людям. Я могу руками просто, я вот, я так хорошо чувствую, там, без рамки, без разницы. Ну, не важно, ну, чтобы она видела. И выбрали этого греблена. И она не то, чтобы сильно там как-то верила, но что-то вот ей там, не знаю, короче, продался дом через три дня. И она вот уверена, что это греблен. Понимаете, тут тонкость какая, да. Ну, вот. А скажите мне, чем этот греблен отличается от того, что человек нарисовал определенную фигуру на бумаге и вложил в нее свое намерение? Намерение там тоже, вот здесь, здесь намерение очень важно. Он с намерением работает. Главное в этом, Михаил, самое главное здесь намерение, неважно, вы вкладываете его в вашего гремлина, в тотемного бога или в кружок, нарисованный на бумаге. Все, я понял, это работа с намерением. Да, у нас намерение. Конечно, я же сказал, цель, достижение, результат. Это работа с намерением. Отлично, отлично, хорошо. Нет, с намерением надо уметь работать, безусловно, это не просто. Конечно, абсолютно. 100%. Хорошо, значит, Марина, что-то у вас там какое-то мероприятие. Да, мы открываем школу, мы сейчас занимаемся регистрацией документов. Это будет, на самом деле, благотворительная организация. Нет, постойте, 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 встречаться с разными другими некоммерческими организациями, помогающими людям с социальными проблемами, там, с... Давайте так, вы хотите зарегистрировать нон-профит организацию? Нон-профит, да. Хорошо, значит, единственный смысл в том, чтобы регистрировать нон-профит, это когда вы пришли к кому-то и говорите, дайте нам, не знаю, 10-10 баксов, и вы сможете списать эти деньги с налогов. То есть вы хотите, чтобы вам давали какие-то донейшнс туда? Конечно, обязательно гранты. Гранты – наша цель здесь. Получение грантов и использование для помощи для разных социальных слоев. Это же... Но не в виде того, что вы уроки ведете, а в виде того, что... Но именно в виде уроков. Получение грантов на проведение уроков в различных организациях. Я понял, я понял. То есть вы как бы не видите там коммерческого такого развития? Ну, почему? Мы видим коммерческое... Обязательно не коммерческое. Люди, преподаватели будут своими коммерческими проектами заниматься. Это независимо от этого. А школа сама будет заниматься некоммерческими. Хорошо, хорошо. То есть вы регистрируете школу, но для того, чтобы урок вести 21 или 19 какого числа? 21 у нас будет конференция. Конференция. Конференция, на которой будут представлены наши преподаватели с их авторскими методиками. Это вы в каком инструменте делаете? Онлайн тоже. Да, да, ну, софтвер какой вы используете для конференции? Zoom, отлично. Zoom. Отлично. Значит, итак, у вас есть некоторая школа, у вас есть такой промоушнл, такой ивент, то есть вы представляете ваших преподавателей, они что-нибудь о себе расскажут. Как попасть туда? Если, допустим, кто-то захотел попасть, как попадет туда? Мы ссылочку вам дадим и вы сможете опубликовать ссылку и люди выйдут. Ссылка на что? Будет на группу? На фейсбук-эвент. На фейсбук-эвент. Окей, фейсбук-эвент. Фейсбук-эвент, да. Ивент, хорошо. Я думаю, интересно так с намерениями. Видишь, Федя, мы с тобой не одни тут. Конечно. Так, хорошо. И, вы знаете, интересно получается, когда люди открывают в себе вообще эту возможность творчества, которая есть в каждом человеке, но не каждый человек себе это разрешает. Ну, конечно. Интересно больше. И у нас предполагается, что будут преподаватели не только те, которые нейрографикой занимаются, но и художники других направлений, потому что люди хотят иметь возможность больше сделать. И у нас даже будет так возможность изучать, скажем, у нас специфика нашей школы будет в том, что будет преподавание на английском языке. Пока этого в мире еще не было. Пока в основном на русском есть еще люди преподающие на немецком, но мы находясь здесь вот это направление. Вопрос в том, что конечно, но чтобы преподавать на английском надо иметь аудиторию англоязычную, а как дальше вопрос, как до нее добраться, это тоже отдельный вопрос. Ну вот это то, что мы рассчитываем тоже продвигать и в том числе с этой конференцией, потому что половина конференции по времени будет на русском языке, половина на английском языке. Хорошо, что вы сказали. Так, а вы бы сделали, может быть, две конференции? И даже у нас будет возможность, если будут желающие, скажем, изучение английского языка на материале истории искусств. У нас есть преподаватель, который это может вести. Это на большого любителя, это очень узкая аудитория. Если бы там преподавали английского языка на примере Java или там это еще куда-нибудь это как бы вспомогательный, правильно, Марина? То, что вы сейчас сказали, это вспомогательный. которые могут быть дополнительные. Основное, конечно, это нейрографика. Хорошо, хорошо. Конференция это тоже такая точка входа, когда люди смогут познакомиться и решить, хотят, не хотят, что они могут с этого получить и дальше двигаться в этом направлении. Ну что же, хорошо. Дамы, давайте ваши ссылки, чтобы мне было что подставить под видео. Я только вот еще, Марина, вот мы с вами ну там как бы в школе вместе учились, так как я понимаю, что я там на пару лет постарше, мы примерно в одном возрастном диапазоне. С точки зрения вот тех возрастных различий, которые есть, так сказать, у Homo sapiens, это методика вот их системы картинки рисовать и так далее. То есть, есть такой вектор, что вот допустим, начать быстрее что-ли соображать или как-то соображать так, как скажем, 20 лет назад соображал. Ну, я не знаю, как это объяснить, но вот забываясь какие-то вещи, вот я же блогер, вот я только вот открыл, от слова упало, нету слова, куда же ты делаешь, только что было, нет слова. Вы знаете, да, дело в том, что просто рисование, это еще не нейрографика. Обязательной задачей перед началом рисования ставится формулировка темы и задачи, ради которой мы рисуем. Дальше мы в процессе рисования мы очень тщательно продумываем все, что для нас связано с этой темой. И последним этапом каждого алгоритма является формулировка новой темы после того, как она проработана. Все это организует наше мышление. И еще один вопрос, который регулярно обсуждается, это то, что у нас возникает возможность мобилизовать неосознанные процессы в нашем организме, подсознательные. Это как раз понятно, да. Это так раз понятно. И это дает нам нашему мышлению и нашей жизни новые ресурсы. То есть какие-то ресурсы мы можем получить извне, а какие-то ресурсы мы получаем из того, что мы мобилизуем уже существующие, но не включенные в ежедневную жизнь ресурсы нашего собственного мышления. и есть такие направления в нейрографике. У нас есть инструктор, который специализируется, например, в работе с детьми. Есть идеи такие, что это может быть очень полезно для пожилых, но этот вопрос еще нужно отдельно отрабатывать. есть. Я теперь понял, почему там слово нейро стоит. Не вообще графика, а нейрографика. То есть я теперь встал на место, откуда это нейро. То есть мы уходим туда, малька, в подсознательное. Я понял. Хорошо, да. И кроме того, сейчас еще тот же самый Павел Пискарев развивает новое направление, которое он связывает с нейропластикой. Знаете, сейчас это очень важное направление в нейронауках, понимание того, как наш мозг работает. и там совмещаются разные техники, не только с рисованием связанные, но именно позволяющие наш мозг более продуктивно действовать. Хорошо. Господа, я очень признателен вам за беседу. Я думаю, что какое-то количество наших зрителей заинтересуется. И на самом деле, если даже там всего-то будет, что может быть 5-10 человек, для которых это что-то в жизни изменит, это мы уже не зря тут потратили сколько там час 0,5, 65 минут беседуя на эти темы. Правда ли? Да, еще одну вещь хотел бы сказать. Мы вам дадим ссылки, и люди смогут прийти, например, быть на конференции. Но если они прослушают вашу запись позже и захотят все равно узнать, они все равно найдут записи конференции, потому что все сохранится. в интернете. Отлично, это как раз не вопрос. Хорошо, тем более и веб-сайт же есть у Маргареты. У меня есть веб-сайт, да. В общем, короче, забрасывайте все и вперед. И у меня такая к вам просьба. Будут вопросы всякие писать у людей. Вы тогда уже не сочтите за труд, а пойти и поотвечать. Ладно? чтобы не получилось что-то... Где это, Михаил? Я вам сейчас ссылочку я буду... Я вам скину ссылочку. В комментариях под видео. Если у вас есть YouTube-канал, то там есть комментарии. Вот у нас есть комментарии. Я вам пришлю ссылочку на это видео. Да, пожалуйста, Михаил, и на ваш YouTube-канал тоже, пожалуйста, если можно. Ну, не сомневайтесь. Хорошо. Ладно? И последняя просьба. Если можно, чтобы ваша запись вышла до 21 января. Она выйдет через 2 часа. Маринечка, а где вы планируете ставить эту запись? Она будет у Михаила. Она у меня на канале будет. Нет, нет, я понимаю, но вы планируете поставить интервью куда-то на конференцию? Зачем на конференцию? Ну, я просто... Нет, это не нужно. В группу в фейсбуке можно поставить. Вы можете поставить видео, можете ссылку давать, это уже ваше дело. Ну, мы обговорим это, Марин. И еще тогда ребятам на последок скажу, что если интерес возникнет, мы можем через наших гостей попросить самого господина Пискарева рассказать, я думаю, это тоже будет интересно. Он такой светлый, глазки горят, светится. Да, да, он все время, он этим горит. Отлично, отлично. Хорошо, ребят, до свидания, значит, делаем всем машем ручкой, всем нашим жителям. Мы с вами не прощаемся, мы не прощаемся. Мы не прощаемся, абсолютно.